Музыка Вот что хочу сказать. Началась война. Приехали с военкомата, митинг зачитали. Все. Это у нас идет в 41-й год. 22-го июня началась война. Мама моя благорила на тракторе. Приходит Павел Егорыч и говорит. Вот, Иван Егорыч, тебе пришла повестка на фронт. Он вышел из кабины, попрощался с своим братом и с мамой. Мама говорит, все, я пошел на фронт. А утром приходит бригадир и говорит. Маме, сегодняшний день не пойдешь, говорит, на трактор, а пойдете охранять ферму. Мама говорит, а кто пойдет со мной? А он говорит, свою девчонку забирай и идите охранять ферму. Как говорится, и между мамой и бабушкой я одна. Как я не пойду работать? Я рада. Пойду, мам, пойду. Приходим вечером туда на эту ферму. Там лезвенки нету. Ну, это щелета. Начал дождь немножко накропать. Мы по углу залезли на конюшню. Мама уберет. И привязала вперед. Полит уже лезвенно. Раз, раз по этой полице. А я говорю, мама, а ты что делаешь? Мне же интересно. Она мне и отвечает. А волки-то? Волки ходят. Волков боялись. Не людей боялись, что люди вот украдут овечку там в колхозе или что-то. Ничего не брали никто ни у кого. А волкова не ночь в корову тельце. То свинья поросится, то овечка ягнется. А что мне 10 лет? Что я помогаю? Я иду с фонарем. Открываю я все калитки. Все я двери. А мама идет, несет. И ягненочек. Мы спасаем и свинья, и поросят, и поросят, и теленка. Я 5 лет эту ферму охраняла. Потом встал где-то мне уже 15 лет. Приходит за мной, хотя бы на ферму всталит. Давай на ферму работать. Салон в волну вяжемся. Я за руки тащила такое, но крепим там все, чтобы сухо хорошо было. На дворе у нас хоть скатерть, вот как стол. Везде все корыточки вырубим. А за 50 или за 80 метров была избенка построена. Не избенка, а как баня. И два котла железных по 500 литров. Вот в этих котлах варили и картошку, и свеклу этим свиньям. В чан стоя вот и варим большой. Мы кладем, заварим все, перемешаем все. В ней кормят. Заведующий приходит, хоть деньги играй. Вот это действительно у вас. Работа, вы к работе. А как достается, я не спрашиваю. В этот котел-то надо воду в бочку привезти с речкой, она не текла с краном. Не могу. Драматы надо пилить тоже, она не приходит. Да, за кого я самим. Да. Это адский труд был. Адский труд. Этого представьте. Это ни в словах не знают. По 10 поколений, конечно, я хочу дальше сказать. Не было бы войны, может быть, не было бы этого. А раз война, все должны работать. И старый, с мамой придет. У нас 57 соток огородок. Мы его весь... Ну, бабушка была еще. Бабушка была в войну в 60 лет. Она вышла из годов. Но она минуты не сидела. Она и придет. Она и ткет. И мы ей помогаем. Где толчеку, где чего. Куда выйдем? Там надо огород копать. 57 соток. Надо его посеять. Надо посадить. Надо его сделать. И везде был, скажите, что ручной труд. Ничего автоматического, как сейчас автоматов, роботов каких-то. Ничего ведь не было. Пряли руками. Вязали носки руками. Это пудели. Помолотили, или как ее там называют. Тоже все это. Снопы вязали. Все руками делали. Сейчас техника. Сейчас все возможно. Автоматика. Все это механизация. Все, как говорится, в помощь человеку. А на то время ничего не было. И все приходилось делать вот своими руками. Нет. Мало того, вот дома работаешь. Ночь там, дома, здесь берешь коляску. Вот про которую я рассказывала. Коляск, колеса там у меня 70 лет хранились. Пойдем за дровами за 9 километров. Вот, плачет. Вот, плачет. Провези. Плачет. Накали. Вот что значит. Возьми. Принеси на своих плечах. Все сделай. Весь этот труд был на женских плечах. Да, потому что не было мужчин. Мужчин не было в деревне. Все были на прорезе. Вот женщины. Я не знаю, как они терпели. Не знаю. Это... Женщина, наверное, лучше терпели. Я не знаю. Вот. Нет, почему, да. Дома работать надо. Надо когда привырастить, надо их выбрать, их надо помолотить, их надо свозать, их надо помочить, вытащить надо, привезти домой, в баню персушить, мягко кинемять все. Стан не выходил из жены. Стан, вот три пола. Если стана нету, то голый будет, становство не будет на тебе. И юбки не будет. Вот как работали вот эти женщины. Это все было на женских плечах. Это ужас. Я не знаю, как люди терпели. Какое здоровье было у людей. И ведь еще есть-то нечего было. Вот я считаю, вот сейчас сопоставляю молодежь, и ту молодежь. Вот я вот перейду. Почему молодежь не такая здоровая физически, как вот в тот период? Были ли отступлены? Я же подставляю одно. В тот период был климат другой. Не применяли нигде яда, комикаты. Не принимали другие отравляющие вещества. Экология была чистая. Поэтому люди были здоровы. Десять лет у меня уже была лошадь декреблена. Вот. Я на ферму сено возил, солому возил на этой лошади. Все возил. И дрова возил, где съездил. Десять лет. Лошадей забрали в армию. Нам дали быков. Даже лошади служили. Представляете? Их забрали в РКК. Тогда называли рабочей крестьянской армии. РКК. Выбрали самых наилучших лучшей людей и всех увезли. Нам привезли хромых, как есть, они потом почицы. И сказали, вот быки, учите их, приучайте. Вот мы на их молодости. Работали на руках. Да пахали, броновали. Это все было на быках. С ногой же керновали. Женщины стерпали с утра за керновики. А с ногой. Ну, рожки, ницы, горох. А ночь у нас, допустим, в уборщину. Ночь и день. Днем мы, допустим, возим из-под молотинки зерно на том. А в ночное время бригадир качает. Шубка, айда быстрее, я там бы ты поел. С тобой надо скирдовать. Пока погода хорошая, то пойдет дождь и все. Выгрустит. Мы что будем давать-то государству-то? Вот. Таса заедет посолить, надо кормить армией. Вот так работали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова